Не могу спокойно сидеть. Только посмотри на этого человека. Держу пари, он выдвинет против нас обвинения. Воспользуется своим влиянием. Сегодня я снова поверил в высшую справедливость. Это судьба. Доктор с пучком нашёл нас в огромном Стамбуле. Судьба. Но, к счастью, девушка спаслась, пока ещё не поздно. Жизнь с этим парнем... Это правда. Я этого не понимаю. Такая девушка с таким человеком. Как она могла связаться с таким подлецом? Этот гад нашёл способ обмануть эту девушку. Самая красивая девушка в мире с докторишкой с пучком. Хитрый. Он очень хитрый. Таилан, я прошу тебя, не будь таким упрямым. Откажись от обвинений. Ни за что этого не сделаю. Ты сама видела. Они напали на меня без причины. Но ты бы поступил так же, если бы меня схватили за руку и попытались увести силы. И пытался бы защитить меня. Откажись. Прости, я не смог сдержаться. Прошу, услышь меня. Они хорошие люди и не могли причинить мне вред. Хорошие люди? Не могу поверить, что ты такая наивная. Знаешь, кто этот парень? Ты действительно думаешь, что он напал на меня, чтобы защитить тебя? А для чего же ещё? Таиланд, что ты пытаешься сказать? Помнишь последнюю часть моей программы? Там была сбежавшая невеста Асуман. Да. Помню, какое это имеет отношение к Феррату. Феррат? Тот самый жених, которого Асуман бросила в день свадьбы. Конечно, он зол на меня. По этой причине он пытался сделать что-то подлое, используя тебя. Я уверен, что он пытается отомстить. Не выдумывай. Мы встретились случайно. Я сбила его машиной. Он просто выпрыгнул на твою машину. Ну всё, хватит. По-твоему, Феррат планировал и мой побег со свадьбы? Даже я точно не знала, что сбегу с неё. Значит, он пришёл на свадьбу и планировал саботировать её. Но когда ты сбежала, он решил провернуть другой трюк. Потому что такого совпадения не может быть. К счастью, он больше не сможет подобраться к нам. Его план провалился. Дорогая. Пожалуйста, давай поговорим. Оставим всё позади. Начнём всё сначала. Прошу тебя. Пожалуйста. Никогда. Нас. Девочка моя. Ты в порядке? Я так волновался за тебя, доченька. Дружище, они отпустят нас, как ты думаешь? Мерзо. Откуда он может это знать? Как будто мы каждый день попадаем за решётку. Феррат. Посмотри на меня. Нас свидетельствовало в нашу пользу, правильно? Значит, они нас отпустят. Показания нас ничего не изменят, дружище. Мы напали на него. Напали. Вот и всё. Феррат, ты о чём думаешь? О нас? О нас? Как вы думаете, смогу ли я снова когда-нибудь увидеть нас? Я могу сказать, что всё зависит от судьбы. Если нас твоя судьба, вы рано или поздно встретитесь снова. Тогда никто и ничто не сможет этому помешать. Вы свободны, с вас снято обвинение. Идём. Ай, султан. А я говорила тебе, говорила, что из-за неё феррат станет новостью на третьей странице. Ну, где же они? Мама, успокойся, они скоро выйдут. Да, будем надеяться. Смотрите, идёт. Не волнуйтесь, они скоро выйдут. Всё будет хорошо. Спасибо. Папа, это госпожа султан. Госпожа султан, это папа, Хадим. Рад знакомству. Спасибо. Я тоже рада знакомству. Я хороший друг семьи Гюленда. Но вы можете звать меня Гюли. Очень рад. Спасибо. Вы вроде как спасли мне жизнь сегодня. Я очень благодарна вам. Не за что, дорогая. Если у тебя снова возникнут проблемы, приходи, мы вместе их решим. Не обращайте на неё внимания, она у нас любит поговорить. Большое спасибо, что позаботились о моей дочери. Всё в порядке. Всего доброго. Всего доброго. Хорошего вечера. Хорошего вечера. Почему Наса ушла, не поздоровавшись с нами? А что она могла сделать? Она вернулась к своей жизни. Наконец-то, сынок. Я очень волновалась за тебя. Ты в порядке, сынок? Да, всё хорошо. Точно, мой дорогой. Идёмте. На автобусе. На автобусе. Как вы сюда добрались? Всех обняли, а меня нет. Иди сюда. Давай обниму. Конечно, он зол на меня. По этой причине он пытался сделать что-то подло, используя тебя. Я уверен, он пытается отомстить. Дочка, а история с Таиланом окончательно завершена? Да, папа. Какое-то время я сосредоточусь на ресторане. Я сдержу своё обещание. Сделаю всё возможное, чтобы ресторан стал приносить прибыль. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!